Здравствуйте и приветствую вас на канале Виски Мания. В этом выпуске продолжение сражений 12-летних сингл молотов из Шотландии. Сегодня Спейс Сайт будет противостоять Хайланду Гленаллаке 12 лет против Эдра Даур 12 лет Каледония. Два довольно интересных релиза явные претенденты на то, чтобы забраться повыше в общем топе шотландских виски с 12-летней выдержкой. Напитки уже подышали в бутылках. Я с ними познакомился и до сих пор не пришел к какому-то выводу, кому же сегодня из них я отдам предпочтение. Это все решится ближе к концу выпуска и конечно в этом выпуске мы будем подводить итоги виски конкурсу, который недавно проходил на канале Виски Мания. Среди всех, кто правильно ответил на вопросы последнего конкурса, а таких нашлось немало, мы выберем одного единственного победителя, кому отправится шотландский виски Край Геллахи 13 лет выдержки и конечно в честь нового года грядущего Рождества будет новый конкурс, где в качестве приза выступит не одна, а сразу несколько бутылок шотландского виски. Всех приглашаю поучаствовать в этой очередной викторине. Ну а пока самое время переходить к знакомству с сегодняшними героями. Номер один Спейс Сайт представляет Гленалоки. Де Гленалоки, 12 лет выдержки, виски приставленные в бутылке из прозрачного стекла, невысокая, в меру пузатая, этикетка сдвоенная, оформленная в такой темно-сиренево-фиолетовой гамме. Надпись бренда выполнена золотистыми буквами, как и некоторые элементы. Ее можно здесь ощутить, потому что надпись рельефная, видимо выполненная в стилистике каких-то скал, потому что это у нас виски Долины Скал. Так можно перевести название Гленалоки. Виски 12-летний, крепость 46%, объем бутылки 0,7 литра. И здесь на черном поле золотыми буквами красуется громкое имя Билли Уокера. Здесь он поставил свой автограф, гарантируя качество данного продукта, скорее всего. С обратной стороны оригинальная контратикетка на русском и рядом с ней русскоязычная, что сказано здесь, что это виски Гленалоки. 12 лет, страна происхождения Великобритания. В составе заявлены висковые, выдержанные солдовые дистилляты и вода. Исправленная больше ничего. Изготовитель произведено и розлито Гленалоки. Дистиллерс Компани Лимитед. Аберлау. Шотландия. Организация импортер. ООО «ЦДА Сомелье». Город Нижний Новгород. Дату розового смотрим на бутылке. Она указана здесь, слева от лицевой этикетки. На самом стекле, чуть ближе к донышку в виде гравировки. Сверху черный фольгированный колпачок с двумя надписями Дегли Найлоки по окружности. И сверху у нас черная деревянная крышка, под которой скрывается пробка из прессованной крошки. Такая довольно-таки объемная. Горлышко широкое и цвет напитка. Без добавления красителя и виски не проходил холодную фильтрацию. Об этом содержатся сведения на этикетке и на подарочной коробке. Цвет действительно впечатляющий. Бочки здесь сработали неплохо. Номером 2 идет Эдрадор Каледония. 12 лет выдержки. Этикетка бутылка тоже прозрачная, тоже невысокая, еще чуть более пузатая. Бутылка брендирована с надписью, с названием Винокурни спереди и сзади. Ну и конечно здесь красуется имя собственное у данного релиза. Каледония, отливающая серебром. И еще внутри какие-то витиеватые орнаменты. Еще и имя какое-то сверху. Дуги Маклина. Кто это такой? Это вот тот самый дядечка, который изображен сзади с гитарой и на тубе. Виски продаются в такой синей тубе. О нем поговорим чуть позже. Виски также имеет натуральный цвет. Не проходил холодную фильтрацию. Крепость 46%. Объем бутылки 0,7 литра. В принципе, здесь у нас общая тема с первым образцом прослеживается. Как видите, шотландский флаг, Андреевский стяг и на тубе в нескольких местах фигурирует, подчеркивая определенную связь этого релиза с Шотландией. Как не удивительно. Здесь небольшая история как раз про этого дяденьку, но ее аккуратно импортер залепил русскоязычной этикеткой. Что сказано здесь? Что это? Эдраду Каледония. 12 лет выдержки. Виски шотландский односолодовый. В составе заявлены висковые, солодовые, выдержанные не менее 12 лет дистилляты. Вода исправленная. Точка. Тоже правильный состав. Изготовитель Эдраду Distillers Company Limited. Петлохри. Соединенное Кировское Северное питание Северной Ирландии. Шотландия, соответственно. Организация «Импортер» ООО «Вель-21», город Москва. Датроза указана также на самой бутылке, также слева от лицевой этикетки, чуть ближе к донышку, в виде гравировки. Сверху фольгированный колпачок черного цвета, из такой плотной, увесистой, я бы так сказал, фольги. Также два раза золотом название винокурни. Сверху тоже было тиснение в виде небольшой надписи. И эта же надпись прослеживается здесь маленькая жемчужина с Атландии. Год основания винокурни. Это у нас деревяшка с ребристыми краями. И внутри цельный кусок коры пробкового дерева, который даже немного окрасился в цвет этого виски. А цвет здесь, надо сказать, сказка. Не виски, а чай. Крепкий чай или кола потемнее, чем виски в первом бокале. Это можно сразу заметить. И это тоже работа бочек, потому что оба виски сегодня на столе не проходили холодную фильтрацию, не подкрашивались. Могут, когда захотят. Что касается истории винокурни Глеоналаки, это, можно сказать, винокурня из новой истории Шотландии. 1967 год, когда в окрестностях городка Аберлау, вам за елкой не будет видно карту, это самое сердце, можно сказать, Спейсайда, у подножья Горбен Риннес. Компания Маккинли Макферсон, это шотландское подразделение британской пивоваренной компании Scottish & Newcastle, решила на волне непомерного интереса к виске, буйного роста виски-индустрии, построить еще одну винокурню. И позвала на помощь никого иного, как Уильяма Дэлми Эванса, известнейшего архитектора того времени. Это была четвертая винокурня в его копилке, построенной по последнему слову техники на тот момент. Винокурню уже весной 1968 года заработала, причем так активно, что за полгода количество перегонных кубов увеличили с двух до четырех. И, конечно, основное направление было это выпуск спиртов для того, чтобы в дальнейшем включать их в различные купажи. Самым популярным и основным, можно сказать, для винокурни, для налоги в то время был Клан Кэмпбелл. К 1985 году Маккенли вошли в состав и наверх Гордон Дистиллерс, которые благополучно законсервировали винокурню. Не лучшее время наступило для индустрии виски в Шотландии. А спустя четыре года, в 1989 году, Кэмпбелл Дистиллерс, который впоследствии превратится в группу компании Перно Рикар, выкупила винокурню для налоги. И так случилось, что уже в 2005 году был представлен миру релиз, который был как раз дистиллирован в том самом 1989 году, односолодовый релиз для налоги 15-летней выдержки. Ну, а потом вдруг нежданно-негаданно эта крупная винокурня, которая работала, производила достаточное количество спиртов, почему-то оказалась выставлена на продажу. Летом 2017 года прошел вслух, что Перно Рикар готовит сделку о продаже винокурни консорциуму, в который входят довольно-таки известные люди. Во главе консорциума Билли Уокер, тот самый, который сейчас поставил свой автограф на этой бутылке, бывший управляющий Бен Риах Дистиллерс Компани, куда входило еще три винокурни, помимо непосредственно Бен Риах, еще две винокурни Глен Дронах и Глен Гласса. Он потом со временем от них избавился. В 2016 году успешная была сделка, они перешли к американской корпорации Браун Форман. В поддержку себе при совершении новой сделки он позвал Тришу Сэвич, с которой также работал в Бен Риах Дистиллерс, она была коммерческим директором, и старого друга, бывшего управляющего директора винокурни Винокурни Инверхаус Дистиллерс Грэма Стивенсона вместе, втроем, они за неразглашаемую сумму денег у Перно Рикар выкупили Глен Аллаки, и тут же Билли Уокер изменил название в традиционной ему манере, как это было у Бен Риаха. У Глен Дронаха буква А в середине стала заглавной. Конечно, особая история у Сингл Молта, а они вместе с самой винокурни приобрели еще несколько торговых наименований, непосредственно односолодовая линейка Глен Аллаки, была еще Блендед Молта, история под названием Мак Нерс, которая хорошо представлена в России, по-моему, с конца 2018 года этот виски выпускается, и в ближайшее время уже выпущен, по большому счету, 21-летний купажированный виски Whitehead, который должен появиться и в России в следующем году, как я слышал. Тем самым Билли Уокер восстанавливает репутацию мастера Блендера, ведь когда-то он поработал на Балантансе, долгое время набивал там руку, получая стабильные из года в год партии купажированного виски. Конечно, он отучился в университете Глазго, имея степень бакалавра по химии, работал в Инверхаус Дистиллерс, в 2004 году открыл собственное дело, куда со временем вошли три винокурни. Не так давно его сделали хранителем чаши с титулом мастеров Quake, а зимой, по-моему, этого года известное издание Whisky Magazine включило его в свой зал славы виски. Так что человек известный, имеющий более чем пятидесятилетний опыт в индустрии, когда... И он с Гленалки работал, когда имел отношение с Shivas Brothers, работая с Балантансом. Когда он пришел в очередной раз на эту винокурню, конечно, начал ее историю по большому счету с чистого листа, потому что особой истории у Гленалки как сингл молта практически не было. ему наследство досталось еще огромное количество бочек, шестнадцать складов, забитых под завязку, около пятидесяти тысяч бочек они в себя вмещают. И именно с ними Билли Уокеру пришлось в дальнейшем работать. Конечно, основная работа состояла в том, чтобы эти бочки каким-то образом улучшить, облагородить. И здесь он приступил к следующему своему этапу – это финиширование. Здесь у нас эта история как раз и прослеживается, потому что основные запасы, которые ему достались от Пернорикар, это были классические бурбонные бочки, лежавшие на складах. И здесь, как вы понимаете, еще спирты, которые были произведены до того, как Билли Уокер выкупил эту компанию. Но Билли Уокер, придя на производство, решил, что, ребята, слишком уж крупные здесь у вас объемы, производственная мощность винокурни 4 миллиона литров спирта в год. Он сказал – нет, не пойдет. И в 8 раз, представляете, в 8 раз сократил объемы выпускаемого спирта до 500-600 тысяч литров чистого спирта в год. Время ферментации было увеличено до каких-то немыслимых 160 часов. Вы представляете, неделю производство стоит. По большому счету, новый спирт уже бактерии не вырабатывают, они давно умерли. Но все равно какие-то химические процессы, кому, а уж Билли Уокеру с его дипломом бакалавра, это, наверное, каким-то образом подвластны ему эти процессы. Бактерии все равно продолжают облагораживать. Сусло делает его более фруктовым, нежным и сладким. Билли Уокер пытается сейчас нам показать, что он гонится не за качеством, не за количеством, как говорился, а за качеством. И пока все здесь об этом и говорит. На винокурне работает около 20 человек, 8 ферментационных чанов из нержавейки. И объемы выпуска винокурни сейчас примерно 20 тысяч литров виски в неделю. 100 бочек здесь, что называется, расфасовывается. Причем бочки развиваются при двух разных стандартах. Это 63,5% традиционно для большинства винокурей. В винокуре 68,5% тоже для того, чтобы Билли Уокер потом в дальнейшем посмотрел, как дистилляция этой винокурни взаимодействует с порами древесины, как вытягивает оттуда танины при разной крепости, как работает доля ангелов. Плюс ко всему он сразу, фактически весной 2018 года, включил глиналки в торфяную историю. Начал производить дистилляты из сильно окуренного солода. И теперь на глиналки 20% всех выпускаемых спиртов. Это торфяные виски. Пока, конечно, они еще не представлены. Пока лежат в бочках. Но скоро, чувствуется, спейсайт будет представлен еще одной дымной историей от винокурни глиналки. Примечательно, что на винокурне 4 перегонах куба с горизонтальными кожухотрубными конденсаторами, теми самыми, которые устанавливались еще при строительстве Дэн Эванса, где жидкость течет самотеком. Там вообще в то время у энерговозобновляемых, энергосэкономливающих технологиях уже начинали думать. А сейчас, конечно, это вообще особый тренд эко и экономия на каждом углу. Так вот, там есть два спиртовых сейфа на эти 4 перегонных аппарата. Таким образом, можно попарно их использовать и выпускать совершенно разные ньюмейки. Например, не торфяной и торфяной дистиллят. Этим, собственно говоря, Билли Уокеру глиналки тоже каким-то образом помогает. Примечательно, что в начале декабря 2021 года, буквально несколько дней назад, одно авторитетное издание назвало винокурню глиналки достопримечательностью года и объявило ее лучшей винокурней для путешественников на следующий 2022 год. Что касается винокурни Эдрадо, здесь туристическая тема тоже хорошо развита. Это красивая винокурня в таком деревенском стиле. Невысокие домики, которые сохранились со времен постройки этой винокурни в 1837 году. Большинство домиков, кстати, было построено, но свою историю официальную винокурню ведет аж с 1825 года. Так немного все здесь запутано, но именно в 1937 году в Петлохре, это у нас чуть южнее Спейсайда, ну такой южный Хайланд, скажем так, ближе к Перту, семеро фермеров объединились в кооператив, взяли такую узкую полоску земли между двух ручейков у местного герцога, землевладельца, и начали строить там свои фермерские постройки. Но так оказалось, что одним из фермеров был человек, который в 1825 году умудрился лицензию получить на производство виски. И вот эту лицензию аккуратно приплели к этому фермерскому хозяйству. Так что 1825 год, и первое название винокурней Glen Forest Distillery твердо закрепилось за винокурней Эдра Даур. Первые 60 лет она особо как-то ничем не выделилась, меняла собственников. Пока название не было изменено ближе к 19 веку на Glen Forest Glen Leavitt. В то время это была модная тема. С 1886 года винокурня перешла в собственность Joe McIntosh & Company, которая тогда разглядела особый купажный потенциал. Ну, конец 19 века, это бум купажной тематики. И начала продавать виски для того, чтобы его использовали в различных купажах и шуткали. Им заинтересовались торговцы, выпускающие премиальные продукты. Плюс тут еще стукнул сухой закон в Соединенных Штатах Америки. Открылся новый рынок. Американцы требовали не просто виски, а хорошей виски. И тут помог довольно-таки известный купажный дом Уильям Уайтли. И человек, который им владел, это его имя, фамилия Уильям Уайтли, собственно говоря, за свою, можно сказать, долгую жизнь умудрился произвести более 50 различных купажированных брендов виски. Некоторые из них как раз базировались на спиртах свинокурни Эдрадар. Например, такие виски, как House of Lords или King's Ransom. Вот второй напиток долгое время, он начал выпускаться в 1928 году, считался самым дорогим купажированным виски в мире. И поставлялся, конечно, в основном за океан. Виски позиционировался исключительно как премиальный продукт. Это были невысокие квадратные бутылочки, которые в ящиках ставились друг другу бочком. Красивая этикетка с надписью «Вокруг света», подчеркивающая эту тематику, что вот мы вам, за океанские друзья, привезли этот виски. С такими трудами, усилиями даже реклама, кстати, одно время была, где позиционировалось, что когда эти ящики с виски находятся в трюме корабля в качестве балласта, протекает за время, пока они раскачиваются на морских волнах, дополнительный процесс смешивания состава. То есть тем самым купаж становится еще более благородным, еще более премиальным. Ну а многим любителям литературной виски-классики купаж «Кингс Ренсом» запомнился в истории виски в изобилии, когда затонувший корабль «СС Политишн» на своем борту имел несколько ящиков виски, так вот этот виски там тоже был представлен. Ну а сердцем купажа, конечно, выступал виски «Адрадау». То есть морская тематика, тематика путешествий из океана у этого виски в крови, да еще и определенная история связана с тем, что когда Уильям Уайтли и компани выбирали себе менеджера по продажам, скажем так, управляющего за океаном, который принимал бы готовые продукты и распределял там, назначили некоего Фрэнка Костелло, который со временем достаточно сильно там поднялся, подмял под себя других конкурентов и организовал, по сути дела, мафиозную банду, который долгое время преуспевал в Америке и в последние годы сухого закона и в последующие периоды. И когда Уильям Уайтли скончался в 1941 году, Костелло даже назначил своего ставленника для управления винокурнией «Адрадау» и вплоть до 1976 года выручка от этой компании частично перемещалась в Соединенные Штаты Америки в эти такие полулегальные, скажем так, структуры. Ну и, конечно, наступили 80-е годы, тяжелое время, когда винокурня находилась не в лучшем положении. Ее в 1982 году подобрала все та же хорошо знакомая нам по предыдущей винокурни Кэмпбелл Дистильвес, которая впоследствии перешла в собственность Перно-Рикар. И в 1986 году они, кстати, сразу открыли винокурню, построили там центр для посетителей, но такое живописное место, грех было не воспользоваться. И уже в 1986 году представили десятилетний первый сингл-молд с торговой маркой «Адрадау». Но вдруг в 2002 году Перно-Рикар сочли, что эта винокурня никак не вписывается в дальнейшие планы по развитию этого довольно-таки крупного международного холдинга. И решили выставить ее на продажу. Ну и тут же нашелся довольно-таки известный в среде виски любителей Андрео Саммингтон вискини Гетсант, основатель независимого ботлера Signatory Vintage. И он с удовольствием за 3,5, по-моему, миллиона фунтов стерлингов точной суммы, непонятно, выкупил это предприятие, потом, правда, вложил еще примерно столько же для того, чтобы расширить складские мощности, перенести из Эдинбурга свою бутилировочную линию, построил там дегустационный зал, ну и чуть-чуть начал ускорять, скажем так, производство на этой довольно-таки маленькой винокурне. Кстати, это не первый случай, когда независимый ботлер приобретает в собственность винокурню, когда отходит от привычного хобби скупки плохо лежащих, скажем так, бочек на складах других производителей, от коллекционирования редких винтажных релизов и начинает сам заниматься производством виски, сам делает эту виски историю. Можно вспомнить, например, Кэдденхэтс с их Кэмпбеллтаунской вотчиной, винокурнями Спринбэнк и Гленн Гайл. Можно вспомнить Гордон и Макфейл, которые в свое время выкупили Бен Ромах. И когда Эндрю приобрел винокурню Эдрадар, она была довольно-таки крафтовой, маленькой. Буквально 2-3 человека работали на ней первое время. 12 бочек виски всего лишь разливалось в неделю. При этом она действительно включала в себя довольно-таки старое оборудование, сохранившееся с древних времен. И перегонные кубы были сами по себе маленькие, так что сильно раскочегарить там производственной мощности было некуда. Но Эндрю все равно поднатужился и к 2016 году увеличил объем выпуска спирта с 90 до 130 тысяч литров спирта в год. Друзья, в год. Некоторые винокурни в год выпускают 20 с лишним миллионов литров чистого спирта. Здесь всего лишь 130 тысяч и то, если поднатужится. При этом винокурня вышла на 6-дневный режим работы. Ну а в 2016 году он анонсировал расширение предприятия. Так что к концу 2018 года винокурня, по большому счету, удвоила производственную мощность. Была построена, по сути дела, вторая винокурня Дородаур-2. И объемы выпуска спирта теперь могут достигать 260 тысяч литров в год. Что тоже, по большому счету, немного. Но с такими объемами винокурня утратила право называться самой маленькой винокурней Шотландии. А раньше там даже табличка висела. Теперь это маленькая жемчужина Шотландии, которая выпускает такой замечательный виски с 2009 года. Когда на винокурне был приглашен тот самый Дуге Маклин, музыкант, композитор, сам родом из Шотландии. Эндрю как-то вдохновился его произведением. Оно так называется «Калидония», что означает с древнеримского название непосредственно Шотландии. Так раньше римляне ее называли. Ну и оно хорошо известно, что называется, местному населению. Песню Дуге Маклин написал в далеком 1977 году, буквально за 10 минут, когда был вдали от дома. Гостил во Франции, на пляже, у костра сидел со своими коллегами из Ирландии, правда. Сочинил эту песню, напел им. Да так хорошо получилось, что на следующий день они все сразу рванули по домам. Настолько тяга к дому в этой песне на них подействовала. Песню затем перепело много известных исполнителей. Так что она стала, по сути дела, неофициальным гимном Шотландии. Таким народной шотландской балладой. Ну и Дуге Маклин разрешил использовать название этой песни. Плюс сам приехал, вместе с Эндрю походили по складам. Выбрали в 2009 году бочонки, которые были разлиты в 1997. Тогда это была хересная тема, как раз в 12 лет. Ну и потом этот релиз уже вошел в основную линейку компании Эдра Дауэр. И теперь сегодня он у меня на столе. Ну и конечно, как и на винокурне Гленалаке, здесь с 2003 года развивается дымно-торфяная тематика. В 2006 году был представлен отдельный бренд Балакин, который посвящен как раз производству на данной винокурне сильно окуренного солда. Раньше все это происходило на оригинальной винокурне. Приходилось производство останавливать. Оно и так-то не быстро работало. Чистить перегонные кубы и в последние недели года производить торфяной нюмэк. Теперь это по большому счету два производства, два плюс два перегонных куба и два спиртовых сейфа. Здесь у нас тоже тематика немного перекликается. И два спиртовых сейфа объединяют сегодняшние релизы. И общая история с Перно-Рикар. И общая история с тем, что это новые собственники, которые вкладывают душу, талант и не гонятся за количеством. Где-то они просто не могут, наверное, за ним гнаться, как в случае с Адрадо. Хотя виски набирают обороты, популярность. Именно поэтому Эндрюй перешел к технологии увеличения производственных мощностей. Самое время сравнить эти два напитка, которые даже и по цвету чем-то похожи. И похожи они, на самом деле, еще и в плане производных. И там, и там у нас в основе бурбонные бочки. Что касается Греналаки. Винокурни сейчас активно заполняют новые бочки из-под бурбона на 50%. Это бочки, приехавшие из Америки. 30% это Херес различных сортов и 20% оставшиеся типы бочек. Ну и поскольку Билли Уокеру достались огромные запасы виски, которые выдерживались в бочках из-под бурбона. Для производства этого и других релизов Билли просто их финиширует в различных типах бочек. В данном случае начальная выдержка в бурбоне. Сколько лет не разглашается. Но Билли затем взял и рихтанул аккуратненько в трех типах бочек. Эту бурбонную выдержку. Бочки из-под Ахереса Лороса, Петро Хименес. И в новых бочках, скорее всего из американского дуба. Точечный дуб не раскрывается. Вирджинок, скорее всего, более доступная версия, которая приехала из Америки. Затем все это объединилось в купаж. Конечно, минимум 12 лет выдержки. И получилась вот эта тема, где бочки, скорее всего, хересные. Возможно, даже именно Петро Хименес дали даже за небольшой финишный промежуток вот такой насыщенный цвет. Итак, на аромат. Виски. Мягкий. Легкая искринка только выдает какую-то повышенную относительно 40% крепость. Здесь у нас и там и там 46%. И профиль классический бурбонно-хересный. Ну вот здесь, конечно, не удалось Белли Уокеру поднять ту самую бурбонную планку, затмить ее хорошей хересной бочкой. Здесь все-таки такое соотношение по аромату, как будто здесь и бурбонные хересные бочки либо вместе, либо как раз финишная отделка. Он в меру свежий, в меру травянисто-цитрусовый, причем такой с легкими ментольно-мятными оттенками. Травянистый, да. Спелые красные апельсины. И вторым шлейфом уже идет легкая тема, которая так хорошо соседствует с этой ванилькой, которая идет от бурбонной бочки. Древесины этой бурбонной бочки. Такой немного влажной древесины. Идет тема хересных бочек. Легкие оттенки сухофруктов, какой-то сладкой выпечки. Немного орехово-солодовой такой темы. Вдалеке немного горчинки дуба. Легкие-легкие винно-бражные нотки, проскакивающие где-то очень вдалеке. И на глубоком вдохе уже идет такая кисло-горькая тематика. То ли полыни, то ли просто какого-то кислого рассола. То есть в целом это такой баланс между бурбонной и хересной бочкой. Но цвет здесь говорит о том, что во вкусе может ждать небольшой приятный сюрприз. Что касается каледонии от винокорни Эдрадаур. Оба названия, кстати, можно произносить по-разному. И Гленалоки, и Гленалахи, и Гленалокхи. В Суатландии тоже сами не могут пока определиться, как же все-таки окончание звучит. И Эдрадон на тот же лад. Кто говорит Эдраду, кто Эдрадар, кто Эдрадур. Все будет правильно. Я думаю, все вас поймут. Здесь строгими нам быть не стоит. Мы все-таки не писали это имя, не придумывали его сами. Ну, а каледония произносится на всех языках мира, я думаю, одинаково, поскольку это латынь. Здесь, конечно, совсем другая тема. Хотя бочки все так же в своей основе бурбонные. Примерно десять лет, наверное, здесь была бурбонная бочка. Затем все это финишировалось в бочках из-под Хереса. Олароса, наверное, может быть и Педро Хименес. Точной информации нет, но, скорее всего, Олароса. Потому что источники здесь немного разнятся. И по срокам, конечно, точным сказать здесь я не могу. Ну, примерно такое, наверное, соотношение. Десять лет. Десятка же есть у Эдрадора. И затем уже финишная гранка в бочках из-под Хереса. И здесь они действительно сработали намного интенсивнее. Здесь бурбон куда-то провалился просто в какую-то бездонную яму. Поэтому здесь на первом месте старые Хересные баты. Именно они чувствуются здесь такой как бы углубленной выдержкой. Такой возраст. Из этой бутылки идет возраст. И сразу, друзья, забегая вперед, скажу, этому виске обязательно нужно дать подышать. Если вы его только откроете, виски из бутылки вас просто убьет своей неприятной бражностью. Такой... Потому что сами по себе спирты это маленькие перегонные кубы. Это червячные конденсаторы открытого типа, которые стоят там испокон веков. Это толстенные трубы, где просто с неимоверной скоростью конденсируются пары. И спирты в таких маленьких объемах, при таком маленьком контакте с медью, получаются довольно мясистыми, суровыми, я бы даже так сказал. И вот при открытии бутылки этот New Make как раз начинает играть полной жизнью. Но постоит он буквально денек, когда в бутылке уже чуть-чуть убыло. Этот виски преображается. Уходит эта бражность с какими-то даже неприятными пластиковыми такими сернистыми оттенками. Мясистость эта чуть-чуть снижается. И выходит на первый план хересная бочка, которая здесь заставляет забыть о том, что в основе была бурбонная тема. Причем насыщенная. С густоуваренным компотом. Он варится, варится уже, по-моему, вся влага из него испарилась. Он такое ощущение, что уже даже подгорать начинает. Вот да, когда бутылка только открыта, эти нотки пригорелого New Make, пережженного сахара играют чуть больше. Сейчас они уже улетучились. Виски стал более приятным. Уже таким шоколадно-карамельно-кофейным, я бы так сказал. Поначалу все-таки сжженный сахар с какими-то бражными, подгорелыми мотивами брали верх. Сейчас это лишь легкий лейтмотив. На первый план вышел этот загустевший компот. Гречишный мед. Сладко-карамельная тема. Ощущение вот этого старого пыльного дерева. Если здесь дерево такое влажно-бурбонное, оно такое с легкими лаковыми как бы оттенками, с ванилькой. Здесь сухое. Полежало такое музейное дерево уже. Немного оттенков какого-то вишневого компота. Тоже как будто немного подгорелого, правда. Такой довольно сухой. Вот его вдыхаешь как бы и понимаешь, что нет вот этой молодости, вот этой игривости, которая еще сохранилась у глиналоки здесь, виски. Такой более успокоившийся. И даже на глубоком вдохе сложно уловить какие-то пряно-перечные мотивы, которых в первом варианте чуть больше. Однозначно нужно дать этому виски постоять. Он становится дружелюбным, мягким. Поначалу, конечно, там спирты такие... Ух, прямо вот только что из перегонного куба. Причем с таким характером эти спирты. И переходим ко вкусу. Номер один это глиналоки 12 лет. Творение Билли Уокера пока еще из старых запасов. Но Билли Уокер плохо работать не умеет. Поэтому даже здесь, я думаю, он нашел с чем поиграться, как из чего-то непонятного сделать конфетку. Пробуем. Первый глоток, конечно, такой достаточно комплексный, где даже спиртуозность чувствуется. Все-таки 46%. Заставляет рецепторы так привыкнуть. То есть сразу говорит о том, что парень, я не так прост был, как тебе показался сначала по аромату. И это действительно работает. В аромате этот виски, скажем так, не сильно удивляет. А вот во вкусе он начинает раскрываться новыми красками. И здесь хересные бочки дают о себе знать. Классическая хересная тематика здесь проявляется в идеальной мере. Сразу отмечу, не хватает маслянистости, но есть. Есть такое легкое ощущение тела. В меру сладкий. Приятно сладкий виски, пока еще его не проглотил. Потом развивается легкая кислинка с освежающими ментольными мятными оттенками. Опять пробегает гамма-цитрусовых с легкими солодово-ореховыми нотками. На финише накатывает уже больше ощущение лакированного дерева. Изюм, курага, сухофрукты, инжир. Сладко-кисленький, карамельно-цитрусовый, кислыми яблоками даже, зелеными. Но потом все это быстренько-быстренько преобразуется. Идет красивая хересная тема с легкой такой винной игривостью. Все так в перемешку. На финише немного тертой кожи, сухой тертой кожи, старого какого-то портмоне. Легкие оттенки угольков. То есть виски довольно интересно раскрывается на вкусе, но в аромате довольно зажатый. И послевкусие у него тоже такое немного смазанное. Хотелось бы, чтобы он чуть ярче раскрылся на финише и задержался в этой стилистике. Но вот именно финиширование здесь, мне кажется, было не сильно продолжительным. Да, эффект есть, но не сильно закрепленный, скажем так. То есть в моем релизе самое вкусное – это, конечно, вкус. Переходим к образцу номер два – Каледония с шотландским флагом. Темный цвет, не каждый виски, 12-летней выдержки. Из массовых релизов бывает такого насыщенного оттенка. После первого образца он кажется чуть более острым, чуть более дерзким, чуть более крепким. Как будто и еще не ушла. Не ушла та бражная такая оффнота, которая есть у этого виски. Вот эти сернистые, подгорелые мотивы. Как будто брага в перегонном кубе чуть-чуть подгорела снизу. Есть этот момент. Есть такие оттенки какого-то хозяйственного мыла. Но виски тоже довольно интересно расковается. Тоже сладкий, конечно, здесь ощущение петушков, пережженной карамели, темного шоколада. Какого-то шоколада, но не молочного. Скорее всего темного шоколада, может быть шоколада с кофе даже где-то, с таким крепким кофе. Чуть более плотные виски, более маслянистый. Чувствуются тонины, легкое вяжущее действие уже на деснах появилось. То есть бочки здесь тоже красиво сработали. Немного суховатые виски. Тоже подчеркивает хорошую хересную огранку. На финише раскрывается обилием сухофруктов. Чернослив в шоколаде. Легкие кожаные, тертая кожа, кожаные ремешки. В первом варианте они тоже были, но там так в перемешку с угольками более деликатно. Здесь прям такое кожаное седло. Хорошее ощущение бочки. Такой благородной бочки. Сухой. Без лаковых оттенков, как это было в первом случае. Ощущение, как будто после выпитого вишневого сока. Такая приятная отстанинность. Такая легкая ароматная душистость. Такое вишневое подгорелое варенье в самом начале. А в конце как будто ты выпил хороший вишневый сок. С такими вяжущими тонами косточек. Очень приятные виски. Но есть, я говорю, неприятные моменты в виде офф-нот, которые прослеживаются в момент открытия бутылки. И в аромате, и во вкусе до сих пор вот еще присутствуют. Это как раз тело Нью Мейка. Те самые спирты, которые производит Эдрадур, дают о себе знать. Ну и сейчас, конечно, он уже более компотный. Такой он немного где-то однообразный даже, я бы так сказал. По сравнению с глиналки, которая так играет разными красками. Но это более хересная тематика, я вам скажу однозначно. Молодежь, конечно, если любят что-то более дерзкое, что-то боевое, что-то коктейльное, выберет, скорее всего, первый вариант. Ну а люди постарше, может быть, люди предпочитающие что-то такое забористое, конечно, однозначно сделают выбор в сторону Эдрадур-Каледония. И сегодня мой выбор именно такой. К сожалению, выбор не самый благоприятный с точки зрения финансов. Что касается стоимости, глиналок более доступный. Когда-то он стоил около 3000 рублей, 3300, потом 3500. Сейчас в районе 3990, по-моему, рублей. Может быть, будут какие-то акции в отдохни. И два плюс один, один плюс один. Что-то другое в районе 3500 рублей, если будет. Почему бы не попробовать за эти деньги? Хорошая шотландская двенашка. Белли Уокер плохого не сделает, плохого не посоветует. Ну а Эдрадур-Каледония от 6500 до 8000 рублей по белому ценнику. В разных сетях можно увидеть. Конечно, дороговато. Рекомендуется искать по акции от 4500 до 5500, наверное. Ну, может быть, до 6000 рублей. Вот в районе 5000 рублей, конечно, наверное, тоже немалые деньги. Но, наверное, он будет более рекомендованный за 5000 рублей. Потому что виски оригинальные, виски довольно-таки достойные. Сегодня он оказался у меня победителем. Но глиналаки со счетов списывать однозначно не стоит. Просто здесь чуть-чуть бурбонные бочки показали себя в большей степени, чем мне хотелось. Лично мне, кому-то, может быть, именно такой профиль будет достаточно интересным. Очень ближе, так скажем, к массовым продуктам, выпускаемых с цифрой 12 на этикетке. Делитесь своими комментариями относительно данных виски. Кто из этих двух больше вам нравится? Почему? Мне будет интересно это узнать. Ну, а пока этих гостей отставляем в сторону и переходим к конкурсу. Подводим итоги конкурса, который был объявлен в последнем выпуске, где была дегустация на канале Виски Мания. Виски Макаван. Ночь на земле в Шотландии, если я не ошибаюсь. И сейчас на экране вы видите имена тех, кто смог правильно ответить на поставленный вопрос, правильно идентифицировать виски. И, наверное, к огорчению правильно ответивших, таких зрителей было в этот раз очень много. То ли я погорячился с вопросом и слишком простым его сделал, так что конкурс превратился, по сути дела, в лотерею. То ли зрители канала Виски Мания действительно хорошо владеют материалом и разбираются в виски. 213 человек смогли правильные ответы указать в комментариях под нужным видео. И сейчас среди вас, друзья, мы будем разыгрывать этот шотландский виски. Это Крейг Геллахи, 13 лет. Давайте покажу. А то в прошлый раз Джек Дэниелса так и не показал. Он уже уехал. Он уже дошел до адресата в город Золотоуст. Сегодня пришло извещение, что победитель получил свой заслуженный приз. Кому отправится эта бутылка? Сейчас мы и выясним. Все точно так же будет происходить. Опять мешочек. Он, друзья, абсолютно пустой. Вот могу показать, чтобы никто не заподозрил меня в каком-то лукавстве. И в этот раз мне пришлось приготовить вот такие квадратики с цифрами от 1. Наверное, цифру 1 вам не удастся увидеть. До 213. Я их тут натряс. Они чуть-чуть сдвинулись. Сейчас я все эти цифры отправлю в мешочек. Коробочка пустая. Остается только все это аккуратно перемешать. Хорошо перемешать. Чтобы вероятность случайного выбора была максимально возможной. И все равно, друзья, независимо от того, какое число я вытяну, вы все большие молодцы. Вы однозначно победители этого конкурса. И быстро достаю один номер. И этим победителем становится участник под номером 1. Вот такое везение. Я так понимаю, на самом деле участники были отсортированы от последнего номера к первому. Кто отвечал позднее, он был под номером 1 как раз. Поздравляю вас. И этим человеком у нас становится Виктор Гончарук. Виктор, вы успели в последний момент вскочить в этот поезд, потому что действительно, по-моему, одним из последних ваш был ответ принят в самый последний день проведения конкурса. Поздравляю, эта бутылка отправится вам в самое ближайшее время. Ну и сейчас все, кто участвовал, но остался без этого приза, будут приглашены к участию в следующем конкурсе. Ну и те, кто не участвовал, тоже присоединяйтесь. В следующем выпуске будет дегустация Виски Дюарс из серии Каск Финиш. Эти три бутылки отправятся как раз человеку, кто сможет правильно ответить на вопрос, который будет задан в этом выпуске. И для того, чтобы эти бутылки красиво легли в посылку, будет еще одна бутылка виски. Это тоже шотландские виски. И вам нужно угадать именно эту позицию. Сейчас на экране появится иллюстрация, где будут изображены определенные элементы вполне узнаваемых релизов виски. Вам нужно постараться их идентифицировать и объединить каким-то общим параметром. И найти один виски, который выбивается из этого общего ряда. Именно этот виски и будет правильным ответом. Именно он и отправится вместе с этими тремя дерсами человеку, кто сможет правильно ответить на этот вопрос. И кого мы выберем в следующем розыгрыше. Укажите, пожалуйста, именно название этого недостающего релиза. Того релиза, который лишний на этой картинке. И вы будете в числе победителей. Желаю всем удачи. Постарайтесь не затягивать с ответом и проверяйте периодически, не удалил ли YouTube ваш комментарий. Такое тоже может быть. Ну и впереди, друзья, Новый год, Рождество. Поздравляю вас с этими праздниками. Надеюсь, что 2021 был для вас удачным. Ну а уж следующий, 2022 год, будет еще более прекрасным. Пусть все, что задумано в новогоднюю ночь, непременно сбудется. С наступающим. И до новых встреч на канале Виски Мания. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok